Всем добрый день! С сегодняшнего дня я начинаю целый коскат роликов, который будет посвящен уходу за кожей не только лица, шеи, зоны декольте, но и тела. И эти все видео, они будут учебного толка, мы их будем объединять в отдельный плейлист, который будет называться «Основы косметологии». И когда-нибудь наступит то время, когда вы сможете пересматривать этот целый плейлист, и у вас будут определенные видео уроки, посвященные, как я уже сказала, уходу за своей кожей. Но для начала, для того, чтобы вы не запутались, и те, кто подписан на мой канал и получают уведомления, я такие ролики буду помечать хэштегом, вот этой самой решеточкой, которая так и будет называться «Основы косметологии». И кое-что я буду показывать на себе, то есть что будет входить в эти ролики. В принципе, я его буду делать аналогичным, как в свое время я писала справочник «Основы косметологии» для компании ДП Фаберлиг Украина. Так вот, мы с вами будем разбирать особенности ухода за кожей, соответственно, массажные линии, как делать тот или иной вид массажа, как ухаживать за определенным типом кожи, какие акценты делать в подборе косметику, как лучше ту или иную маску наносить. Потому что, например, маски с глиной можно использовать двояко. Сделать акцентом на очищение и, допустим, сделать акцентом на увлажнение питания в зависимости от того, что входит в состав этой маски. То есть, вот такие все нюансы, биоритмы кожи мы все будем объединять в эти самые видео-уроки. И еще раз, я кое-что буду показывать на себе, допустим, как наносить по массажным линиям, кое-чем буду просто проговаривать. Но они будут выходить не сразу, то есть постепенно, по мере того. Я некоторые видео-уроки буду подгадывать под свой уход. Например, когда я буду делать глубокое очищение, то есть я вам покажу и расскажу, соответственно, про глубокое очищение. А когда я буду делать какие-то маски, соответственно, подберу время для того, чтобы вы наглядно смогли увидеть некоторые изюминки, некоторые особенности, как наносить. Соответственно, мы с вами еще будем подбирать косметику в зависимости не только от типа кожи, но и в зависимости от возраста. Потому что очень многие задают вопросы, а вот мне это столько-то лет, а вот я прихожу в супермаркет, магазин или листаю в каталог какую-нибудь компанию, там, допустим, стоит возрастной такой значок 20 плюс 25 плюс 30 плюс и так далее и тому подобное. В общем-то, все это мы будем оговаривать. Ну, а сегодняшнее видео я бы хотела посвятить тому, ну, ну, как бы водно и вот о чем сказать. Дело в том, что по моей практике, то, что я вижу, то, что уже не одно десятилетие наблюдается, это все-таки, я уверена, 80% нашего ухода, то есть нашей ухоженности определяется тем, делаем ли мы каждый день определенные процедуры. То есть, на самом деле, вот весь вот этот вот уход основы косметологии я начну с того, что нужно обязательно ежедневно, два раза и утром и вечером за собой ухаживать. И ухаживать желательно с помощью косметики. Я понимаю, что можно умываться с помощью мыла, я понимаю, что можно делать домашние маски, но то, что сейчас способна сделать косметика, к сожалению, домашние процедуры не смогут нам повторить или дать вот этот самый эффект. Поэтому я приверженец того, чтобы у нас был маломальский ежедневный уход за собой. Какой он, это зависит от вашего типа кожи, если вы молодые. Он может быть антивозрастным, да, он может быть там 45 плюс 50 плюс 50 плюс, в зависимости от того, что есть. На самом деле, сейчас выбор косметики, он очень большой, колоссальный и главное, чтобы у вас хотя бы что-то было. Так вот, в свое время, я уже ну лет 20, как сделала такую схему ухода за кожей. Она у меня называется ОТК+, это авторская схема. Я ее прежде всего давала для консультантов компании Фаберлик, для того, чтобы люди могли легко сориентироваться, запомнить все вот эти самые этапы ухода за кожей. И на моем канале есть видео, сейчас у вас в правом верхнем углу подсплывает подсказка на вот эту самую систему ОТК+, где я буквально рассказывала и давала возможность запомнить все эти этапы ухода. Потому что, когда женщина, особенно в возрасте, да, заходит в супермаркет, видит всю вот эту линейку косметики, или же смотрит где-то каталог, да, у нее иногда голова идет ходуном, потому что сейчас масса средств для умывания. Это может быть гель, это может быть мусс, это может быть пенка, это может быть эмульсия, да, это может быть какой-то мисс для умывания. И она начинает теряться. Дальше есть тоники, есть тонеры, то есть, ну, разные, да, казалось бы, назначение этого средства тонизировать нашу кожу, да, ну, работает после очищения, но опять-таки теряются. А дальше вообще идет чехарда, потому что есть крем такой-то, есть эмульсия такая-то, есть, ну, вот такие миски, есть масса сывороток. В общем-то, мы все это с вами будем разбирать, назначение вот таких вот косметических средств. Но, но, на самом деле все гениальное просто. Нам с вами, еще раз повторю, нужно утром и вечером делать всего лишь навсего три шага, которые нам гарантированно, ну, процентов на 80 обеспечивают наш ухоженный внешний вид. И утром и вечером мы с вами должны делать всего лишь навсего три шага. О. Очищать кожу. Т. Тонизировать, потому что эти два препарата входят всегда в паре. И К. 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 Наносить свой уходный крем. Вот и все. Вот от этого и родилась у меня авторская программа ухода за кожей, которая называется ОТК. Отдел технического контроля, как я называла. На самом деле, еще раз О. Очищаем кожу, потом Т. Тонизируем кожу, потом мы наносим крем. И еще раз повторю, третий раз повторю, что это важно делать два раза в день и утром, и вечером. То тоже может быть вот такая чехарда, потому что есть женщины, которые утром не приемлют нанесения никакого крема. Тем более, некоторые говорят, зачем мне чистить кожу, если я всю ночь спала в своей чистой постели, я никуда не выходила, я ничего не делала. Так вот, смотрите, у нас кожа орган выделительный. И у нее, она живет по своим биоритмам. И в том числе, даже ночью, когда мы с вами спим, она дышит, она выделяется, возможно, токсинной шлаки, то есть ее функцию никто не отменял. Поэтому очень важно наносить и дневной крем, и даже макияж на предварительно очищенную, подготовленную кожу. А для того, чтобы у вас вот убрать сомнения, да, я, например, приводила такой пример, что пот по составу очень близок к моче. И для того, чтобы убедить женщину ухаживать за собой, в том числе и утром, я говорю, а ты хочешь наносить свой дневной крем или свой макияж на мочу? И все тут, как бабка пошептала. Поэтому смотрите, очень важно, очень важно, особенно обладательницам жирной кожи, проблемной кожи, кожу, еще раз повторю, уже четвертый раз очищать, тонизировать и наносить крем и утром, и вечером. Вот эти, еще раз повторю, три простых шага, которые по времени у нас буквально занимают, ну, 15 минут в день, да, это с тем, чтобы подождать, чтобы, допустим, тоник подсох, нанести крем свой, вот, занимает 15 минут в день. Но вот эти 15 минут в день и наличие минимум трех косметических средств, еще раз повторю, на 80% будут вам гарантировать ваш ухоженный внешний вид. Ну, а дальше мы в следующих роликах будем проговаривать функции крема, потому что вот я объединила, да, О, Т, К, плюс, ну, плюс, потом там пояснение. Очищаем, тонизируем, наносим крем, а вот крем, в зависимости от времени суток, он может быть разным, он и должен быть разным, особенно если мы с вами взрослеем, да, не хочется говорить слово стареем. Поэтому крем есть дневной, есть крем вечерний и задачи у этого крема абсолютно разные. Дневной крем должен нашу кожу прежде всего защищать, а вечерний крем, он более богатый по составу, у него масса задач, это могут быть лифтинги, регенерация, восстановление и так далее и тому подобное. Но это уже совсем другая история. Поэтому еще раз мы с вами начинаем вот такой отдельный курс видео уроков по уходу за своей кожей, но то, что я вам проговорила, это такая база, без которой будет очень сложно, очень сложно на самом деле выживать в нашем вот таком вот мире и ухаживать за собой. Поэтому еще раз, как азбука ухода за своей кожей, это два раза в день и утром и вечером ее очищать, тонизировать и наносить свой крем. Ну а дальше будет дальше.